Здравствуйте! Покупал для домашнего хозяйства у Джойс на Алиэкспресс уже несколько ножей. Все оказались хорошего качества. За месяц использования не возникло никаких замечаний. Сравнивать с ранее использовавшимися ножами как-то некорректно. Рекомендую. Для примера представлю один из ножей. Марка ножа того, материал лезвия, легированная стали 1.4116 на 50 КРМОВ-15, в состав которого входят марганец, молебден и ванадий. КРК 55 плюс-минус 2. Параметры ножа размер 6 дюйма. Толщина лезвия 2.5 мм. Длина лезвия 285 мм. Ширина лезвия 33 мм. Рукоятка, помп, полиэксиметилен, стойкая к ударным нагрузкам и нагреву, типа эбонита. Вес 123 года нож упакован в коробку. Обратная сторона коробки. Для сравнения другие ножи из заказа, такой же нож, но с другой ручкой. И компактный нож из 66-слойной дамасской стали. Ножи после получения не точил. Пока заточка меня удовлетворяет. Режут бумагу, конечно я ими не открывал консервы, не строгал гвозди и не кромсал кости. Не собираюсь утверждать, что это самые лучшие в мире ножи. До этого пользовался ножами, изготовленными в Нижегородской области, марку забыл. Разница есть, и в лучшую страну. У продавца написано, что это немецкая сталь. Не берусь этого утверждать. Прокатная сталь или кованная, лезвия прямо переходят в обух, и под лупой незаметно переходов. Поэтому мне кажется, что кованная. У него тоже есть плюсы и минусы. Минус, при плохой ковке возможны трещины. Рассматриваемый нож хорошо лежит в руке. Пока полностью меня удовлетворяет в роли обычного кухонного ножа. Как будет дальше, время покажет. Были вопросы, по поводу другого, из дамасской стали. Его мне отправили вместо временно отсутствующего в заказе другой позиции, по согласованию со мной. Поэтому насчет цены не хочу что-то придумывать. Сам раньше критически относился к ножам из Китая, когда впервые в 90-е с ними познакомился. С дамасскими сталями не был знаком совсем. Лишь читал в книжках. У другого продавца раньше брал из любопытства нож, чтобы хотя бы подержать в руках нечто подобное. Привожу его фото ниже. Также приятно был удивлен. Но плохо то, что он быстро покрывается ржавчиной. Этот 66-слойный, специально посчитал количество слоев, не верилось, очень неплохо держится, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Если бы это место было место для специалистов по ножам, конечно не стал бы писать что-либо без специализированных тестов. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий.